Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Жанка Англичанка. Я нахожусь в Торонто. Здесь мы снимаем квартиру, называется кондо. И я хочу вам немножко показать, это одна из высоток, новостройка такая. Я вам хочу немножко показать, каким привилегиями пользуются люди, которые покупают квартиру в этих новостройках. Что здесь у них есть и сколько это стоит, примерно. Я так уже посмотрела в интернете. Мы снимаем квартиру, это 18 этаж. Мы на 18 этаже. Сейчас я вам покажу, как вот они выглядят, эти этажи. Как бы стандартные. Такие идут одинаковые двери. Смотрите, здесь абсолютно один только замочек и только один ключик. То есть вы уже какие-то свои собственные замки здесь не можете поставить. Потому что... Так, ну это вот сейчас у нас тут лифт. Потому что у организации, которая как бы смотрит за всем, за этим домом, у них у каждого есть ключ к каждой квартире. Так что здесь уже как бы свой замок нельзя поставить. Так, ну здесь вот смотрите, это у нас мусор. Где можно выбрасывать мусор. Здесь два ящика. Один, вот здесь в принципе все расписано, как и что. В один вы просто выкидываете еду. А другой это ресайклинг. И здесь вот пластик можно выбрасывать, бумажный, картонный. Но не все. Видите, например, вот коробки от пиццы сюда нельзя выкидывать. Коробки большие, из-под техники какой-то тоже нельзя. Стекло нельзя. Ну то есть только такую мелочь. Такой... Как из фильмов. Я не знаю, как они... Из фильмов, вы знаете, такие фильмы, в которых они прячутся, когда убегают. очень страшно сейчас 18 сейчас я вызову лифт и мы поедем вниз я вам покажу как это выглядит и здесь здесь смотрите здесь пользуются такими ключиками это такой блин пер я его называю то есть этим блин пером вы можете открывать практически все двери здесь ну по крайней мере туда куда вам можно ходить и заходить входная дверь и также вот двери спортивный зал также здесь есть плотины бассейн есть джапузи и я сейчас это все покажу и только с этим лидером можете у вас есть и доступ к этому силу так сейчас мы посмотрим надеюсь никого не будет потому что сейчас у нас день никого нет так но мы едем сейчас на второй этаж на втором этаже у нас находится консьер который сидит 24 часа в сутки его можно ему можно позвонить и обратиться там что-то я не знаю попросить если что-то надо опускаемся здесь в этом здании 47 этажей и наверху пентхаузы находится так же здесь есть парковка спрятался который а тут там главный ход на основную улицу так сейчас я буду переходить во второе здание это еще один ход снизу здесь видите еще одно можно какое-то место отдыха лобби назовем я вот не знаю что там у нас стоит еще посмотрим что здесь у нас интересного я как раз пришло время когда убирают красная дверь но дальше там внизу в принципе парковка мы здесь наверно это здесь тоночки наверное может для персонала не знаю пока это покажу вам то что мне нам показали так наверное здесь сейчас а это почтовые у нас ящички почту брать так мы здесь у нас на на 5 лифты идут сейчас пройду до конца посмотрим что у нас здесь так ничего интересного сейчас убирается персонал убирается я даже не знаю наверное сейчас нельзя будет выходить в тренажерный зал потому что у нас какой-то есть там перерыв так мы просто выходим здесь видите вы можете когда приходят гости вы вызываете того кто вам нужен нам чтобы зайти ответь вот этот бликер он работает вот эта вот штучка то есть мне нужно будет бликнуть это чтобы не обратно зайти здесь обычно все выходят гуляют собачками ну не не именно в этом дворике конечно дальше они просто в основном все пользуются этим выходом тот основной главный выход здесь как бы написано видите собачки не разрешается бегать вот она наша высотка вот видите здесь как соединено с этими с этим зданием и вот еще вторая высотка вот как раз вот в эту вторую высоту у нас есть доступ сейчас я туда пойду можно также пройти по подземному паркингу но там можно легко заблудиться я уже раз ходила и заблудилась там так что сейчас мы пройдем здесь видите сколько там высоток вот этих новых строят они все практически одинаковые в смысле того что как вот стиль у них такой можно сказать так но мы идем дальше вот здесь у нас бассейн это вход во второе здание но это для жителей нам нужно бассейн вот видите сравнительно такой большой бассейн сейчас я туда зайду и покажу так блин открывается и вот у нас еще один еще одно здание лобби здесь можно видеть посидеть здесь вай фай также бесплатный и вот он бассейн у нас вот такой хороший бассейн я уже там поплавала единственное что конечно очень много хлорки я не знаю хлорки или чего они там напихивают в общем химии и как бы вот в воздухе прям чувствуется поэтому долго тут конечно не пробудешь но не знаю чисто так пришел поплавал пока есть силы туда обратно и все можно выходить достаточно можно посмотреть телевизор смотрите здесь очень много молодых людей с собачками я имею ввиду молодежи это была девушка молодых людей я заметила здесь очень мало семейных пар в основном одиночные одинокие молодые люди девушки парни и все с собаками практически все здесь обожают собачек у всех вот такие маленькие собачки так вот смотрите я подошла здесь убираются до часа с часа до двух перерывов как раз никого нет в принципе я могу показать этот зал тренажерный вот такой он так пошли дальше вот время до скольки до скольки работает так что тут у нас еще интересного здесь у нас наверное консьерж здесь у нас консьерж так я сейчас пойду еще спущусь вниз потому что там есть еще зона для игр реально здесь можно забудиться так как я уже сказала в основном этих высотках как я заметила по своим наблюдениям живет молодежь и одинокие очень мало семейных они все любят здесь собачек очень много собачек и очень много здесь китайцев так смотрите здесь внизу можно даже взять книжечки почитать увидеть они вот так лежат и их никто не трогает даже наверное какие-то диски не знаю я так прям такое время в обеденное попала как раз занимается уборкой вот смотрите комната развлекательная что тут у нас вон здесь можно отдохнуть поиграть футбол но для этого шарики нужно попросить у консьержа у него нужно это все попросить так что тут кстати дорога очень близко но в помещении вообще не слышно видите можно поиграть бильярд ну конечно не знаю летом как если открыть окна то будет шум не стоять неимоверный и теннис настольный ну вот так это все выглядит вот этим всем можно пользоваться так сейчас дальше я пойду хочу вам показать где еще здесь есть джакузи очень красивый вид открывается на город значит стоит вот вы если посмотрите посмотрите эту квартирку которую которую мы снимаем там значит у нас что вот это предыдущее видео вы должны посмотреть то вы увидите что там одна комната идет у нас с кухней да спальня и как бы комнатка кабине вот плюс балкончик с видом на озеро вот это стоит примерно где-то 300 тысяч такая квартира стоит фонда налог будет где-то стоить 1800 с копейками там вот а чтобы пользоваться этими всеми привилегиями да там где-то 320 что ли долларов я как я поняла в месяц надо платить вот за все эти услуги но это я посмотрела в интернете как-то примерно сказала если вас интересует подробно можете еще найти информацию ну вот примерно все это так выглядит и столько это все стоит так плюс паркинг насколько я поняла за паркинг надо платить тоже то есть как будто эта девочка которая нам сдала это конда у нее нет места на паркинге то есть она сказала что это нужно договариваться а с консьержем то есть нужно его там узнать как можно поставить машину мы хотим взять как раз машину посмотрим где мы ее оставим здесь или где-то на улице найдем так сейчас мы с вами поедем наверх наверх мне нужен 27 этаж смотрите в этом здании в этом здании уже 55 этажей а на самом верху пентхаус на улице вау мы на 27 этаже когда понимаешь что на лифте так уши прям закладывает смотрите здесь у нас есть лаунч и спа вот мне нужно спа сейчас мы посмотрим опа так здесь спа у вас есть кстати кабинки так же как и в бассейне там в каждой кабинке есть Но единственное, что вам нужно сюда свой локер То есть так они не закрываются Нужно свой замочек маленький Но здесь нет переодевалки Для отдельной женщины И нет переодевалки отдельной для мужчин То есть Как вы приходите вместе Прям как в финской бане Мужчины с женщинами Вот Так у нас выглядит спа Видите, с каким красивым видом Можно Посидеть Побулькаться В джакузи И полюбоваться красивым видом Вот такой вид Сейчас я покажу снаружи Сейчас я выйду отсюда Честно, я думала, что это будет на самом верхнем этаже Оказалось, это на 27 этаже Конечно, на 55 или 56 этаже Это было бы очень круто И так вот У нас выход И можно посмотреть Вот там с той стороны просто лаунч Ну это, я наверное так понимаю, что типа как может бар там или что-то Я не знаю Ну вот видно Ну вот видно у нас И даунтан, ту сторону Единственное, что не видно башню Сиэн Тауэр Вот она прячется, видите И я сейчас ем Спряталась Да, в старых зданиях Ну вот можно все равно Что-то увидеть Как вы слышите, какой шум Очень шумно Я говорю Конечно зимой Вот так уже холодно Сейчас Я снимаю это видео Это уже ноябрь Где-то середина ноября Вы увидите это скорее всего только в декабре Ну вот так у меня получается Не могу забрасывать видео каждый день Ну я забрасываю каждый день Но они у меня идут на Где-то с опозданием Вы видите на несколько недель Потому что я не только путешествую Приходится еще и работать Во время путешествия Поэтому Так не получается закидывать Видео Вот я сегодня сняла И сразу закинула Я не успеваю Вот видите Сегодня погода немножечко Подводит Когда слишком хорошая погода Я просто дома не сижу Ухожу Сегодня вот Вроде как дождика нет Но немножко тучки Видите озеро Онтарио И вот сейчас можно Так даже проглядеть Ту сторону Не знаю сейчас Сильно ветер подул Вот видите Это та сторона Когда погода неясная Эту сторону вообще не видно То есть можно подумать Что вы на море находитесь Реально Очень большого озера Также видите здесь Аэропорт Хорошо можно разглядеть Ну и конечно трасса Я конечно немножко была удивлена Как можно было построить трассу Вот так в черте города Прям рядом с Таким красивым видом Да озером Ну не знаю Смотрите лодочка красивая Стоит Ну вот так выглядит Жизнь Жизнь в Торонто Вот в таких вот этих высотках Мне кажется Что многие просто сдают Они купили Потому что многие покупают Кредит И как мне кажется Многие просто сдают эти Кондо Чтобы платить за кредит Конечно Я не знаю Как вот например здесь жить Не знаю Я бы наверное не захотела Слишком шумно Ну это чересчур шумно Я как бы тоже из города У нас тоже машины И шум везде в России Где я живу Но не до такой степени Тут шум просто не умолхает Если не открывать окна Если не открывать окна То в принципе Как я и говорю Нормально Но летом конечно Когда жарко Не хочется кондиционер Целыми днями И конечно очень хорошо Но зато есть Как бы все привилегии Есть и бассейн И тренажерный каос И все Ну вот Все что хотела Немножко показать Канадскую жизнь Как живут в Коронто Надеюсь вам понравилось Если какие-то есть вопросы Подавайте Пишите комментарии Спасибо за то что смотрели Не забывайте подписываться Впереди еще много интересных И много стран И всем пока